Горячий чай в фирменных подстаканниках, подстук колес и красоты волжских пейзажей за окном. Отдых по системе «Все включено» теперь не только в Турции. Проект «Яркие выходные в Самаре. Поезд в Рождество на новогодних выходных» соберет в Самаре туристов из Москвы и других регионов. Самара не просто преобразился, Самара – это просто космос. Потому что я говорю теми словами, которые выражали свои восторг и продолжают сегодня выражать свои восторги в своих социальных сетях, на своих страничках в социальных сетях, гости, которые несколько дней были в Самаре. В Самару съезжаются туристы круглый год. Не только посмотреть на Волгу, но и оценить другие достоинства города. Архитектуру, кухню, развлечения и весь спектр туристического сервиса. Путешественники побывают в самых знаковых местах. Они познакомятся с историей города, проведут ночь в пятизвездочном отеле, продегустируют традиционные волжские блюда, заедут в загородный комплекс «Соколье-горы», где постреляют из лука, покатаются на лыжах и сноуборде. Мы готовы принимать туристов. Инфраструктура вся есть, туристические продукты. Даже анализируя себя и сравнивая с другими городами и регионами, мы понимаем, что у нас есть конкурентные преимущества. Ну и, конечно, как представитель Департамента экономического развития, я не могу не отмечать экономическую эффективность, целесообразность в сфере туризма. Мы заметили увеличение спроса на наши пассажирские поезда именно в направлении в город Самара. Потому что город преобразился, потому что город стал интересней, и его уже стали презентовать как город разноплановых туристических достопримечательностей. И если в этом году с большим успехом, можно сказать, даже с триумфом стартовали два новых совместных проекта. Туры выходного дня приобрели популярность еще весной. Гости из Пензы первыми оценили туристический потенциал в Самарской области и окунулись в культурную жизнь города. Туристы участвовали в проекте «В театр лучше поездом» и «Поезд на пленэр». Последний победил на Всероссийской премии «Маршрут года». Елена Малютина, Николай Епифанов, События